Обойдемся без и годы. Как сэкономить на рабочих инструментах? Достойные альтернативы Photoshop, InDesign, Prime Pro, Lichroom и Illustrator, за которые не придется платить ни копейки. Сколько стоит рабочий повод дизайнера? Художника или монтажера? Использование приложения E-Bot Creative Club обходится $50 в месяц, если вы работаете с групповой подпиской или приобретаете подписку только для одного приложения E-Bot. Траты сокращаются, но все равно их нельзя назвать незначительными. Конечно, всегда можно раздобыть нелицензионную версию нужного приложения, но это незаконно. Поэтому, любому рано или поздно, наверное, приходила мысль воспользоваться бесплатными аналогами. Мы собрали альтернативы программам E-Bot, за которые не придется платить. В чем-то эти приложения уступают, в чем-то превосходят. Вы легко можете их опробовать и выбрать инструмент под конкретную задачу. Ну и так, начнем. Первая в нашем списке такая программа как GIMP. GIMP известный и хорошо поддерживаемый сообществом аналог Photoshop. GIMP еще называют убийцей Photoshop со дня выхода ее первой версии. И хотя это заявление излишне, в GIMP реализована большая часть необходимых функций. Пользователям Photoshop эта программа кажется непривычной из-за своего многооконного интерфейса. Чтобы сделать GIMP похожим на Photoshop, стоит выбрать режим одного окна в меню «Окно». GIMP поддерживает большое количество плагинов. Он может работать проприетарными формами Photoshop, хотя не очень обращается со словами. Платформы для работы GIMP – Windows, MacOS и Linux. Все ссылочки будут в описании под видео. Следующая программа такая как CRITA. Профессиональное и при этом бесплатное решение, ориентированное на рисование, подойдет для художников и концепт-дизайн. Программа CRITA имеет хорошую документацию, и у вас не должно возникнуть трудностей с ее освоением. В наличии слои, умное выделение, фильтры и еще множество функций, которые покрывают все распространенные нужды. Галерея на сайте CRITA демонстрирует, что и в бесплатном приложении можно создавать впечатляющие работы. Поддерживает рисование с планшетами Wacom, Ion, Surface Pro, платформа Windows, MacOS и Linux. Ссылочка будет в описании. Следующая программа такая как PaintNet. Программа PaintNet не столь функциональна, как Photoshop или GIMP, но зато намного легче и быстрее. Зачем загружать этих неповоротливых седлых монстров, если нужно быстро обрезать или сжать изображение. Впрочем, PaintNet умеет не так уж мало, а при необходимости можно добавлять новые функции с помощью плагинов. Редактор PaintNet доступен только для Windows. Если вам требуются похожие приложения для других операционных систем, попробуйте PINTA. Это клон PaintNet с открытым исходным кодом, работающий в Windows, Mac и Linux. Ссылочки будут в описании. Следующая программа это Pixlr. В Pixlr разрабатывается AutoDisk производителем таких продуктов, как AutoCAD, Maya и 3ds Max. Программа хороша тем, что ей можно пользоваться в Windows 10, в окне браузера или в мобильном приложении. Веб-версия и мобильное приложение бесплатны. Версия для Windows 10 тоже можно использовать бесплатно, либо оплатить подписку стоимостью 15 долларов за некоторое дополнение и функции. Платформы такие как Windows, Web и Mobile. Ссылочки будут в описании. Теперь перейдем к альтернативам Illustrator. Такая программа как Inkspace, такая же свободно распространенная альтернатива Illustrator, как Jim для Photoshop. Это очень качественный продукт, который может делать практически все то же самое, что и Illustrator. Он имеет большое количество инструментов и простой интерфейс. А плагины добавляют в Inkspace новые возможности. Поначалу в Inkspace можно легко запутаться. Вам будет проще разобраться в этом редакторе, посмотрев многочисленные туториалы, например, от дизайнера Ника Сапорита. Платформы работы Windows, MacOS, Linux. Следующая программа такая как Vector. Vector – еще один неплохой редактор векторной графики. Он бесплатен, но разработчики планируют добавить некоторые платные функции. Vector обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом. Здесь есть функции импорта и экспорта, фильтры, инструменты для работы со шрифтами и многое другое. Платформа работы Windows, MacOS, Linux и Web. Ссылочки будут в описании. SVG Edit – быстрый веб-редактор с открытым исходным кодом. Он работает в любом современном браузере, таких как Chrome, Firefox, Opera, Safari, и имеет большинство необходимых функций для работы с векторной графикой. Платформа работы Web. Gravit Dessigner может работать как в виде отдельного приложения, так и в браузере. Это профессиональное приложение, которое обладает обширными возможностями для создания векторного изображения, поддерживает обработку контуров, работу с текстом и словами, и многочисленными инструментами для рисования. Платформа работы Windows, MacOS, Linux и Web. Альтернативы Lichroom. Правда Dessert претендует на звание «Лучшие замены Lichroom», а местами и значительно превосходит эту программу. Пусть интерфейс здесь довольно тяжеловат, но функциональность приложения очень хороша. Правда Dessert поддерживает точно настраиваемые алгоритмы обработки фотографий, продвинутое шумоподавление и многие другие операции, нужные профессиональным фотографам и ретушерам. Платформы Windows, MacOS и Linux. Ссылочки будут в описании. Darktable. Мало в чём уступает Lichroom и Ravzer API. Это бесплатный редактор с открытым исходным кодом. Darktable быстрее и легче Ravzer API, и его интерфейс несколько удобнее. Платформа подходит для Windows, MacOS и Linux. Photospace X До недавнего времени казался заброшенным, но разработка продолжалась, и свет увидела новая версия редактора Photospace X. Помимо богатых возможностей для обработки изображений, Photospace X может создавать GIF и коллажи. Платформа Windows и MacOS. FATIVA FATIVA. Бесплатные FATIVA с открытым исходным кодом. Предоставляют все необходимые функции для работы с RAW файлами. Есть цветовые каналы, фильтры, предустановки и массовая обработка изображений. FATIVA может осуществлять экспорт изображений в GIMP, или сохранять готовый файл в любые популярные форматы. Платформа Windows, MacOS и Linux. Альтернативы Prime Pro Shotcut обладает впечатляющим списком функций. По заявлению разработчиков, он поддерживает сотни аудио и видеофайлов. Удобный интерфейс включает в себя настраиваемые панели в плейлист с предпросмотром. Опробуйте Shotcut, и вы увидите, что это вполне подходящее профессиональное решение. Работа на Shotcut продолжается, и приложения обновляются с периодичностью от 1 до 3 месяцев. Так что если это не лучшая замена Prime Pro, то скоро такой станет. Платформы работы Windows, MacOS и Linux. OpenShot OpenShot обновляется не так активно, как Shotcut, но он стабильнее и работает также хорошо. Здесь есть все необходимые возможности и функции для обработки и монтажа видео. Платформы работы Windows, MacOS и Linux. Leechwork Leechwork – профессиональный видеоредактор, в котором монтировались такие фильмы, как «Волк, Шуилл Стрит», «Король говорит» и «Криминальное чтиво». Он умеет все то же, что и Prime Pro, но Leechwork все-таки немного лучше. Хотя бы тем, что имеет полностью бесплатную версию. Да, и в ней нельзя монтировать видео чётче 720p. Но если для вас это не критично, можно попробовать Leechwork версию Pro, стоит 450 долларов. Платформы работы Windows, MacOS и Linux. HitFilm Express HitFilm Express – мощный бесплатный инструмент для видеомонтажа. Заплатить придется только за некоторые плагины видеоредактора. Платформы работы Windows, MacOS. Стритбус Альтернативы Indescent Впрочем, можно импортировать сверстаные страницы из PostScript платформы работы Windows, MacOS и Linux. Может быть, вы используете какие-то другие альтернативы инструментов от Able? Поделитесь с ними в комментариях. На этом у меня всё. Всем пока-пока. Ставьте палец вверх, кому понравилось видео и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok